Дорогие наши подписчики, здравствуйте! Не поверите, мы с Еленой Лесных находимся на Красном море, в Египте, в Хругаде. За два месяца знакомства первый раз выбрались. Вот у нас кофе. Лена пьет какой-то черный ужасный кофе, а я с молочком, как всегда. Сидим в итальянском кафе. Вчера мы так хорошо погуляли с ней, да, вечером. Восемь тысяч шагов, но это не самое большое. А сегодня Леночка говорит, давай Вика расскажем к твоим подписчикам тему «Почему важно отдыхать?» Ну, вот почему важно отдыхать, Леночка? На самом деле я об этом готова говорить бесконечно и очень люблю эту тему, потому что, к сожалению, в России очень часто она табуированная. И у нас, у многих людей есть запрет на удовольствие. Да. И тут получается внутренний конфликт, так что человек хочет зарабатывать денег, и он работает все больше, больше и больше, но на удивление обнаруживает, что денег почему-то не прибавляется. И я в свое время тоже попадала в эту ловушку и работала по 12-13 часов в день, без выходных, зарабатывала очень много, не понимала, почему у меня их нет. Пока я не начала изучать эту тему, она меня волновала. Как, что же происходит? И обнаружила удивительную вещь, что психика, она очень похожа, знаете, на маленького ребенка, которому, первое, надо дать отдохнуть, а второе, ему нужно обязательно поощрение. И только тогда она будет хотеть работать дальше. И вот представьте, что у вас есть ребенок, которого вы заставляете каждый день учить уроки, и не даете ему отдохнуть, не даете ни пирожное, ни мороженое, а каждый день говорите, надо учиться, надо учиться. Вот когда-нибудь ты станешь взрослым, и у тебя будет все, там, дом, деньги и все. Сколько этот ребенок будет учиться, и на какие оценки, сколько он выдержит. И, к сожалению, очень многие относятся к себе именно так. Но важно понимать, что психика, она должна двигаться через напряжение и расслабление. И третьим этапом обязательно должно быть поощрение. Только так она начинает расширяться и, соответственно, расширять и материальный поток тоже. И что интересно, такое мое личное наблюдение, я не знаю, ты месила хоть раз дрожжевое тесто? Да. А как вот так месится? Ну, сначала так себе не очень. Ты никогда не месила? Ну вот расскажи, я никогда не месила, я просто видела. Сначала к каше-малаше, потом, в общем, уже можно отлепляется от рук. Так, а дальше что происходит? Потом оно взрослеет. А в какой момент тесто начинает расширяться? Когда ты ее оставляешь в покое. Конечно. А есть же, знаешь, такая, я не знаю, ну, у вас, на Украине, но у нас, когда раньше ставили тесто, говорили, что его накрывали тряпочкой, говорили, что ему надо отдохнуть. Да, да, да. И его оставляли отдыхать. И в этот момент, что происходило? Оно перестало. Тесто начинало расширяться. Вот по факту, с материальной составляющей в психике происходит то же самое. И если вы не умеете отдыхать и поощрять себя, это, знаешь, такая классическая советская история, что я готов жить для всех, для детей, для, там, родителей, для подруг, но на себя мне не хватает ни времени, ни средств. то у вас финансового расширения не будет. Вы так и будете топтаться на месте, потому что психика не будет давать вам возможности этого роста вверх, потому что она все время спрашивает, а где я? Где я? А в тот момент, когда вы нежно, ласково, да, говорите, ну давай сегодня отдохнем, да, давай побудем с тобой, попьем вкусный кофе, там, сходим, погуляем куда-нибудь. У каждого, кстати, это свое. Вот, ну, для тебя что удовольствие, отдых? У всех разные. Для меня лично? Да. Я очень люблю вязать. Вот. Кстати, моя косыночка, как вам? Потрясающе. Еще сумка, мне кажется, тебе надо вязать. Сумка, да, 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 да. Ну, то есть, вот если, допустим, Вика будет все время работать, 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 причем она будет работать с мамой, там, да, работать с дочерью, там, блогером все время будет работать, еще там, показывать квартиру, ну, у тебя же много разных деятельностей, но не будет себе давать вот этой части, где она получает удовольствие, то расширение точно не будет. И самое главное, что это должно быть постоянное. То есть, не вот, когда я уже просто не могу, как обычно у нас делают, да, я лягу, полежу, а это должно быть, да, как шесть дней мы поработали, седьмой день отдохнули, это важно понимать. То есть, это не нами написано, да, и если мы посмотрим, то у самой богатой нации в мире есть такое действие, как шаббат, когда они вообще ничего не делают, и задумайтесь, что в этом есть большой смысл. Да, да. И здесь важно выбрать для себя, ну, то, что ты любишь. Кто-то же любит ходить, кто-то любит лежать, и это должно быть, ну, аутентично тебе. Лежать, связать. Лежать, связать. Прекрасная идея. Да. Мы с Леночкой в итальянском кафе, музыку в итальянском включили, пиццу готовят вон еще. Ну, тогда что, приезжают люди, приезжают в Египет расслабляться, да? Ну, мне кажется, египетский выдох, он прекрасен, и здесь цена-качество соизмерима, и, конечно, ну, за два месяца климат здесь, правда, потрясающий, он восстанавливает, как человек, который очень много работает, ну, работает тяжело, и, ну, сейчас сами понимаете, что много сложных случаев, я могу сказать, что, если вы устали, если физически, психически вы не вывозите, вам точно надо приехать сюда, и, ну, за две-три недели вы восстановитесь, это я вам точно обещаю. Да. Елена Лесных, она психоаналитик, чудесная подруга, невероятно люблю наши прогулки, вообще, проводить с ней время, но это редко, потому что она очень занята, сейчас, в общем, все нуждаются в помощи, да, 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 так что, если что, обращайтесь, дам координаты. Ой, ну, пойдем плавать. Ну, да. Берегите себя, и разрешайте себе отдыхать, получать удовольствие. В этом ключ к успеху. Слушай, я вот думаю, может, мы на днях еще покажем, что ты любишь тут кушать, ну, вот в Египте. Не-не-не, не тут, а вообще. Ну, в Кругаде. Можно, но я в основном еще сама готовлю. Не-не, ну, то, что ты, понятно, вкусно готовишь, понятно. Вы знаете, что, у меня есть идея. Я тут нашла очень классное кафе, очень такое прикольное, там такие глиняные, глиняная такая посуда, вот как у бабушки в деревне. Горшочки, да. Так очень романтично, и прям романтично и эротично. И я вот хочу Елену пригласить, там, чтобы она покушала все, поснимать, чтобы вы не переживали, что я подкармливаю известного психолога, так что она вот хорошо выглядит, все хорошо. Забочусь о друзьях, забочусь. Это правда. Вика прекрасный друг. С девушкой очаровательной познакомилась. Она ушла ото всех на крышу, себе тут одна загорает на лежаке, вот так вот. Рада была знакомству. Расскажите немножко о вас. Ну, я приехала сюда из Украины. Как мы все знаем, у нас идет война, немножко у нас тяжеловато, плохо. Плюс у нас очень холодно, а здесь тепло. И вы так решили ото всех отойти, да? Тут теплее на крыше, да? Да, на крыше здорово, просто здесь. Внизу есть ветер, много людей, а я здесь одна. Я уединилась. Мне это нравится. У вас такая фигура красивая? Занимаетесь, да, чем-то? Да, я сейчас немножко просто поддерживаю тело. Раньше серьезно занималась фитнесом. Вот. Все детство у меня была гимнастика, легкая атлетика. А, я так и подумала, что гимнастика. Да, легкая атлетика. Я любила танцевать, я ходила на танцы. Все было. То есть моя жизнь, которая была та, давно-давно, она была такая насыщенная. То есть вы в Египте первый раз? Нет. Я в Египте не первый раз. Нет, да? Хургада, это у меня уже, наверное, 12 или 13 визит. Я очень люблю Хургаду. Первый вот такой визит, вот длительный. Длительный? Да. Первый визит. Вы одна на отдыхе, да? Да. Шикарно, шикарно. Я одна на отдыхе, потому что... Вы снимаете квартиру или у вас недвижимость тут? Нет, я снимаю. Хотели бы приобрести недвижимость? Ну, сейчас навряд ли. Конечно, раньше хотела. Сейчас тоже хочется. Ну, нет, ну, я имею в виду, если будет возможность, то приобретете, да? Да, да. Я люблю Хургаду очень. Насыщает энергией. Вот это все. Голубое небо, солнце, море. Витамин Д, побыл на солнце 15 минут и все, да? И все, да. Это просто кайф. Я когда здесь, у меня постоянно на лице улыбка. Я всегда счастлива. Я всегда улыбаюсь. Я хочу танцевать. Я слышу музыку, я хочу танцевать. Вот что Египет дает женщинам, да? Да. Шикарно. А плавать когда идете? Ну, где-то, наверное, через какое-то время, потому что я только что сделала заплыв, познакомилась с девочкой классной, Мишель. Мишель? Мишель, да. Сколько лет? Пять лет. Класс. Ребенок вообще супер. И вот я с ней наплавалась, немножко позагораю, потом пойду. Отлично. Ну, может быть, вместе пойдем плавать. Через полчаса, да? Хорошо. Так, ну, тогда иду вниз. Договорились? Знаете, что мне больше всего нравится в моей профессии? То, что я могу приставать к людям, вернее, знакомиться с людьми, подходить, задавать вопросы какие-то, в общем, знакомства наводить. И таким образом у меня уже большое количество друзей по всему миру. Ой, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кам, 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 иди сюда, кам. Ой, какой ребеночек интересный. Ой, иди сюда, иди сюда, иди. Иди сюда, познакомимся, иди сюда. Какая девочка. Здравствуйте. Это ваша, да? Да. Какая хорошенькая. Кто папа? Спасибо. А папа кто по национальности? Папа из Индии. Из Индии? Да. Боже, какая прелесть. Это, ой, какая прелесть. Это вы тут с папой, да? Ну, папа приедет, ну, может быть, приедет. Да? Будут надолго. Надолго? А как вас зовут? Малышка. Я Катя. Меня Вика зовут, а я веду канал в YouTube. Очень приятно. Хотите? Хотите на канал? У меня еще не было таких детей из Индии. Спасибо. А что за канал? В YouTube. Канал называется Жизнь Виктория. Я бы, как-то договоримся, я бы пришла, но будет вам память большая. Спасибо большое. Не знаю, подумайте. Подумайте, подумайте. Все, 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 отпускаю маму. Иди, иди. Подумайте. У меня такой канал добрый. О чем вы говорите? Обо всем. О Египте, в данный момент. Показываю жизнь в Египте, о людях. Все, что я считаю симпатичным. Транслирую любовь, доброто. Ну вот, по сути, вы стали свидетелями, как я общаюсь с людьми, нахожу новых героев, актеров для моих фильмов. Вот так, обожаю знакомиться с людьми, независимо, мужчина или женщина. Важно лишь одно, что этот человек транслирует миру. Как он может быть полезным миру? То есть, это получается чистая еда, она та, которая полезна, и которая не вредна, и которая сытная. Колбаска. Чуть-чуть, сыр чуть-чуть. Вот. Помидор, авокадо. В принципе, можно положить салатный перец. Можно... А, я сюда немножко перчика положила и приправа. Не знаю, как египетская. Мне это нравится очень. Ну, эта штука очень вкусная. Вкусно. Вот видите, для познакомления буду с сыном такое делать. Дети очень любят вот эти перекусы такие, знаешь? Да, да, да. И он легкий. Он и сытный, и он легкий. А, что еще в этот раз сделала? Я чуть-чуть выдавила лимон, немножечко, чтобы была изюминка, кислоты чуть-чуть. Еще один большой плюс Египта, это то, что вы можете кушать клубнику зимой. Вечером, после моря, после пляжа. Вот такую клубничку. Правда, я ее ем с сахаром, она не такая сладкая, как у нас, но ничего. Так что вот. Знаете, что мне больше всего нравится? На востоке закаты. Смотрите, какая красота. Красно-розовый, желтый. Вот это красотища. Если у вас началась зимняя депрессия, хондра, вам нужно поступить, как этот кот. Хорошо покушать и просто спать. Но можно включить фильм и смотреть фильмы. Дело в том, что я нахожусь от него полметра, и он на меня не реагирует. Вот теперь понимаете, что такое релакс настоящий? Вообще ни на что не реагировать. Ну, это просто потрясающий кот. Здоровенный, зараза. Наверное, 5 килограмм весит. Кот, ты в эфире. Ты хорошо кушаешь, я вижу. Котик, ой, ой, какой глазик. Один голубой, другой зеленый. Кошечка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok